На канале Россия 24, Вести Ульяновск, в студии Артем Петров. Здравствуйте, мы начинаем. В ульяновских многоэтажках в этом году заменят инженерные сети, кровлю или обновят фасад. На каком этапе работа сегодня? В Репьевке заработал новый фельдшерско-акушерский пункт, что теперь доступно местным жителям. И театр кукол завершил творческий сезон спектаклем по пьесе Чехова. Расскажем, как это было. В 116 ульяновских многоэтажках в этом году заменят инженерные сети, кровлю или обновят фасад. Работы проведут по программе фонда о модернизации жилищно-коммунального комплекса региона. На каком этапе обновление сегодня? Репортаж Марина Тимофеевой. В осень дом номер два на улице Третьего Интернационала войдет в новом облачении здания. 65-летняя история предстанет в первозданном облике. Его проектом начали заниматься еще в 1956 году. Заказ речного порта. Это проектировщики хотели сделать красоту. Они сделали. Это все получилось. А все ли осталось только по проекту? Ну, там на той стороне уже видно что-то, но большинство осталось. Восстановленные колонны, декоративные обрамления входной зоны и русты уже прорисовывают всю картины дома. Нина Никанорова – одна из первых его жильцов. В свое время работала в отделе кадров речного порта и всегда вспоминает, какое внимание привлекала эта многоэтажка. Вы знаете, бежала домой, радостно было. Вроде бы незаметно, как поднимешься в гору, потому что слышишь иностранную речь. Даже пусть не иностранные, пусть наши где-то по Волжской, это люди разных национальностей. Но все равно было как-то приятно, что наш город посещают очень много туристов. Дворовая часть фасада уже полностью готова. Заменить решили и двери, и водосточную систему. Сейчас основной фронт работы остался на лицевой части объекта. Плачевное состояние было до начала работы. Были трещины, отходила штукатурка полностью. Много дефектов. Ну, все будем устранять. Криволинейный будет у нас также, карнизный свес. Все это будет. За всеми этапами работы подрядчика следят собственники управляющей компании и, конечно, специальная многоуровневая комиссия. Стройконтроль у нас выезды осуществляет три раза в неделю. Проверяет по скрытым работам при необходимости. То есть, если скрытые работы ведутся, он, можно сказать, в постоянном режиме контролирует. Также выезжают инженера фонда модернизации тоже для контроля и проверки. Всего в 2023 году по программе капитального ремонта отремонтируют 116 многоквартирных домов. Основными видами работ собственники чаще всего выбирают замену кровли или инженерных сетей. Марина Тимофеева и Александр Асохин. Вести. Ульяновск. Продолжается развитие межрегионального сообщения. В Казани состоялся официальный запуск нового пригородного поезда, который соединил Ульяновский и Казань. Пока поезд будет курсировать в конце недели, а с расписанием можно ознакомиться на вокзалах и в интернете. Из Казани поезд будет отправляться каждую неделю по пятницу, субботу и воскресенье в 14.03 и прибывать в Ульяновск в 21.10. В обратном направлении будет с 1 июля поезд курсировать по субботам и воскресеньям, отправляясь в Ульяновск в 7.30 и прибытие в Казань в 1.45. Время в пути составит чуть более 5 часов. Помимо Ульяновской и Казани поезд будет останавливаться в ряде населенных пунктов между городами, поэтому будет востребован не только среди жителей двух региональных столиц. Курсирует по маршруту рельсовые автобусы вместимостью 78 человек. Первый рейс показал, что по территории Татарстана людей очень много и на территории Ульяновска поменьше. Если мы увидим, что пассажирам будет востребовано это направление, количество дней, когда работает поезд, будет увеличено. Помимо центрального вокзала на территории нашей области поезд останавливается на станции Ульяновск-3, а также в Лаишевке, Цильне и Юлхова. В регионе открываются новые современные медицинские пункты. За последние два года больше 20 фапов. Один из них в селе Репьевка Новоспадского района. Максим Бажанов о том, насколько доступнее стала медицина для местных жителей. Новый медицинский пункт в Репьевке действительно ждали. Старый фап, конечно, был и работал, но можно сказать, на последнем издыхании. Стены здания трещали по швам, крыша была худая, а горячая вода из крана бесследно пропала. Когда? Никто уже и не помнит. Плюс неудачное расположение почти в лесу. Старый фап располагался в приспособленном помещении, что совершенно не соответствовало требованиям САНПИН и стандартов оснащения. Данное здание было спроектировано в соответствии с современными требованиями. Имеет все необходимые помещения для оказания медицинской помощи населению, в том числе и детскому. Всего фап обслуживает больше 400 человек. Здесь есть кабинет фельдшера, процедурный кабинет смотровой и даже отдельные помещения для хранения лекарств. У здания своя котельная, горячая вода, а скоро сюда завезут еще и современное оборудование и новую мебель. Цена за все почти 10 миллионов рублей. Сейчас у нас диспансеризация идет. Если у нас диспансеризация, значит мы берем все анализы, делаем кардиограмму, женский кабинет, ну и все. А так внутривенные, внутримышечные, прививки, все мы делаем. Также в медицинском пункте всегда готовы оказать неотложную помощь. Несколько раз в месяц приезжают специалисты из районной больницы. Раньше для людей все это было роскошью. Чтобы просто сделать укол, нужно было проехать почти 10 километров до соседнего Красносельска. А уж попасть к врачу все 30 до Новоспасского. Здесь и объяснять не нужно, какое это испытание, в частности для пожилых. В любой кабинет приезжают врачи. Можно даже в любой кабинет и по-женски все пройти. И анализы задаем здесь, чтобы нам не ездить в район, а задаем здесь все. И очень хорошо. Нам очень, мне, например, очень понравилось. Медицинский пункт работает еще и как мини-аптека. В ФАПе можно купить все самые необходимые лекарства. И еще один плюс. Медпункт теперь расположен в самом центре села. Нельзя не отметить, это медицинское чудо построили для людей по программе модернизации первичного медицинского звена. Максим Бажанов, Александр Осохин. Вести Ульяновска из Новоспасского района. Талантливые школьники получили заветные награды. Третий год подряд в регионе стартует отбор учащихся с 3 по 7 класс на получение именной стипендии Александра Щербины. 12 финалистов Олимпиады стали обладателями стипендии в размере 50 тысяч рублей. Школьникам вручили именную стипендию IT-предпринимателя за победу в Олимпиаде по программированию. Центр ДОП образования «Код успеха» подготовил увлекательные задания по математическим наукам. Это хорошая возможность определить потенциал и показать знания. Участвовали в интеллектуальном состязании более 400 ребят, а в финал вышли только 12. С одной стороны мы помогаем финансово, с другой стороны мы даем хороший мотивационный толчок для ребенка. Вы слышали выступление, что ребенок перестал ходить, а когда победил в Олимпиаде, снова начал ходить, и у него совершенно по-другому стала складываться его жизнь, и учебная, и будущее рабочее. Не меньше школьников в победе детей радовались их родители. Подаренный сертификат позволяет ребенку год обучаться в Центре «Код успеха» бесплатно. Хотим все-таки от всех родителей, которые ко мне надо приснятся, поблагодарить Александра. Все-таки за данную возможность нашим детям как выразить себя. Большое спасибо. Эта стипендия мне дала огромную уверенность в следующих Олимпиадах и конкурсах по программированию и математике. Своё будущее я собираюсь связать с программированием в области медицины. Олимпиада проводится ежегодно, поэтому шансы стать обладателем стипендии есть у каждого школьника, неравнодушного к точным наукам. В Ульяновске закрыт очередной театральный сезон. На всех сценах города прошли яркие постановки. Например, театр «Кукол» в этом году завершил творческий сезон спектаклем по пьесе «Чехова». Ксения Грищенко о том, как это было. На этой сцене оживает всё. Чехов даёт безграничные возможности даже для театра «Кукол». Хоть авторы не детские, но его мастерство позволяет профессионалам сориентироваться и представить по-своему предложение. Шутку в одном действии. Чехов замечательный юморист. Он умел шутить, и это очень тонкий юмор. А в театре «Кукол» можно сделать то, что нельзя сделать в живом плане с артистами драматическими. Здесь можно вот эту сатиру, чеховский юмор, возвести в такую чуть большую, скажем, степень. И, конечно, помогают в этом не только куклы, но и пространство. Театр оживил на сцене всё до мелочей. Главный художник Дмитрий Бобрович в миниатюрах показывает, как это происходит. Верчу, что это же не просто так спинка стула, а это ещё голова быка. Ух ты! Если мы фантазию чуть-чуть применим, эти вола. У нас же воловьи лужки. Так что надо досмотреть до конца, чтобы увидеть все фокусы. Досмотреть до конца спектакль несложно, ведь действия происходят за час, и ни минуты артисты не сидят на месте. Герои всё время в движении, а вокруг разворачивается настоящая мистика. На подготовку спектакля ушло порядка двух месяцев. И самым сложным оказалась работа с силиконом, из которого изготовлены ростовые куклы. Скульптор сначала должен слепить эту голову. Я потом её довожу, какие-то нюансы в пластилине. То есть это всё отлепливается в натуральный размер. Потом снимается гипсовая форма. И потом самое сложное было, конечно, сделать эту силиконовую голову, чтобы она не рвалась, чтобы она была достаточно эластичная, армировать его, эту голову. Вот швеем тоже было непросто, потому что они делали костюм с толщинками, который должен был одеваться и на актёра, и иметь пластикового персонажа. Спектаклем предложения, рассчитанным на молодёжь и взрослую публику, Ульяновский театр «Кукол» завершил свой творческий 79-й сезон. Вот именно сюрприз, мамочка! Ксения Грищенко, Сергей Свешников, Вести Ульяновск. А сразу после информации о погоде смотрите программу «Арт-студия». Сегодня в гостях главный режиссёр и худрук Димитровградского театра «Подиум» Владимир Казанжан. А на сегодня у меня все вести. Спасибо, что были с нами. Увидимся. В ближайшие сутки атмосферное давление будет слабо расти. Ожидается переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днём преимущественно без осадков. Ветер северо-западный слабый. Температура воздуха ночью по области плюс 12, плюс 17. В Ульяновске 14-16 градусов выше нуля. Завтра днём по области 27-32 градуса со знаком «плюс», в Ульяновске плюс 29, плюс 31. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова